Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Стало известно, что дело в отношении Михаила Ефремова ушло в прокуратуру. Что пишут? В Москве дело в отношении совершившего смертельное ДТП на Смоленской площади актера Михаила Ефремова ушло в прокуратуру. Об этом в пятницу, 17 июля сообщает ТАСС. По данным агентства, об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сразу после утверждения в надзорном ведомстве материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы. Значит, 11 июля сообщалось, что инспектор ГИБДД, оформлявший смертельное ДТП в центре Москвы с участием актера Ефремова, подтвердил, что за рулем автомобиля находился именно артист. Он сообщил, что у Ефремова был характерный запах изо рта, свидетельствующий о том, что он находился на водительском сидении в состоянии алкогольного пьянения. Вот интересно, как характерный запах изо рта свидетельствует о том, что человек находился на водительском сидении. Вот это, конечно, довольно странно. Ну, вы знаете, много очень вопросов, конечно, вызывает вот это дело, связанное с Михаилом Ефремовым. И в первую очередь люди, конечно, недоумевают, почему такой огромный город, как Москва, напичканный камерами. Вот я буквально видео о предыдущем можете посмотреть, о камерах с распознаванием лиц и так далее. Не могут показать видео, где Ефремов выходит непосредственно после ДТП с водительского сидения. Может быть, это видео и есть, и оно в материалах дела, и это не разглашается. Может быть, это для суда, и мы узнаем, когда суд пройдет. Вот, и, в общем-то, это и правильно, и я выступал за то, чтобы и экспертизу, и вот эти все свидетели, которые приходили на ток-шоу, чтобы это все было на суде. Да, но я не знаю, правильно или корректно, или также писать, что совершившего смертельное ДТП. Ну, он, во-первых, нужно доказать, что вообще совершил это ДТП, да. Во-вторых, что именно он виновен в том, что не стало Сергея Захарова, да. Да, причинно-следственная связь между тем, что он врезался и непосредственно, что Сергей Захаров погиб от столкновения с автомобилем, а не позднее в больнице, да. Еще раз скажу, я не выступаю ни за Ефремова, ни против Ефремова. Я выступаю только за то, чтобы виновным был человек, который реально виновен в этом, который это все сделал, а не назначен виновный там для того, чтобы отомстить или еще что-то подобное. Да, потому что вот эта шумиха, которая была, вот эта травля Ефремова в СМИ, она, ну, не оставляла никаких просто сомнений в том, что что-то здесь не так. Люди многие задавались вопросом, что здесь что-то не так, потому что, ну, если Скобеева, Малахов, Соловьев, повсюду, везде, и на него ушат и грязи, то, ну, наверное, это не просто так, да. За это время были резонансные ДТП, тоже с участием высокопоставленных там детей, высокопоставленных чиновников и так далее, и ни об одном нигде не сказали, никто не сказал. А вот Ефремова полоскали с утра до вечера. Сейчас это все приостановили, я тоже думаю, не просто так, такая тишина, значит, пауза. Потому что, формируя общественное мнение, фактически получилось так, что против Ефремова, чем больше говорили, тем больше были люди за него. Сейчас у нас, видите, такая интересная сложилась ситуация, когда чем больше Соловьева и Скобеева против кого-то, тем люди понимают, что это хороший человек. Вот парадокс. Значит, может быть, конечно, все-таки функционеры в СМИ призадумаются над этим, поймут, что старый паровоз не едет уже по старым рельсам. Да, но нет, они используют старые схемы и совершенно не понимают, что это уже не работает. Но, тем не менее, сама новость о том, что дело в отношении Ефремова ушло в прокуратуру, так что до суда осталось не так долго. И там все, наконец, мы узнаем. И сенсационные вот эти все заявления о том, что Пашаев, Эльман Пашаев, адвокат Ефремов, располагает некими прямыми доказательствами невиновности и так далее. Думаю, это, конечно, интересно всем узнать. И все гадают, все-таки это блефует он или на самом деле у него есть некие прямые доказательства. Пишите ваши комментарии. Ребят, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Всем пока, до встречи.